О чем поют олени? В Беловежской пуще прошел туристический праздник «Рев оленей. Музыка осени». Со всей страны в Национальный парк приехали любители дикой природы послушать необычный концерт рогатого хора и получить яркие эмоции от невиданного зрелища. «Рев оленей» услышала и наш корреспондент Наталья Луговкина. Ежегодно в конце сентября Беловежская пуща приглашает любителей новых впечатлений на незабываемое зрелище. Оно бывает всего один раз в год. Связано с брачным периодом королей леса оленей. Сильные животные в борьбе за внимание самки не только устраивают между собой грациозные бои, но и соревнуются в голосовых возможностях. Конечно, у каждого оленя свой голос. И от возраста это отличается. Молодой он ревет спокойно, без груботы, без хрепоты. Взрослый, старый, он уже хрепота добавляется. Олень, который возле самок, он еще оббегает, определенные звуки произносит, которые выдают его то, что он с горемом находится. Почти как у людей, у этих благородных животных на благосклонное отношение к самцу самки влияет и внешний вид. Чем больше у оленя рога и чем сильнее от него запах, тем он привлекательнее для противоположного пола. Только вот завидным постоянством лесные красавцы не отличаются. Самцы полигамные. Они в период гона собирают гаремы до 20 особей. Не все самки вступают в охоту. Молодые сигалетки не участвуют в гоне, но они вместе со своей мамой ходят рядом. Как дикое животное, олень не стремится пускать в свою личную жизнь человека. Поэтому экскурсия не гарант того, что туристы смогут его увидеть. А вот услышать сможет каждый. Рев короля лесов разносится на многие километры. При этом животное охотно отзывается на придуманную человеком хитрость. Ваба – специальный манок, с помощью которого и происходит общение человека с оленем. Зрелище действительно завораживает и погружает туристов в полное единение с природой. Когда диких животных в их естественной среде получается наблюдать, это как-то поинтереснее. Впечатление побольше. И погода сегодня хорошая, виды красивые, природа. Так что совсем другая энергетика. Я сегодня ощущаю себя в полном умиротворении, единении с природой и наслаждаюсь красивыми пейзажами. Я очень удивлена тем, что я сегодня увидела, потому что это очень так, знаете, масштабно, впечатляюще, когда ты среди живой природы, ты с ней сливаешься, слышишь звуки животных. И это удивительно на самом деле. Сдержать эмоции от увиденного зрелища, говорят экскурсоводы, получается не у всех. Бывали случаи, когда в своем желании сделать удачное фото, туристы прибегали к нестандартным решениям вопроса. Рев олени – это достаточно неизведанный процесс, это все-таки природа. И всегда держаться в стороне, но фотографироваться хочется, всегда на отдаленном расстоянии, но попытки были. Олени сразу убегают, мы немножечко задерживаем, но люди разные, туристы разные, всегда хочется узнать что-то новое. Кроме звуков дикой природы и любовных песен олени, в продолжении экскурсии туристы посетили Царскую поляну, где уже слушали музыку в исполнении людей. Наталья Луговкина, Василий Полховский, телерадиокомпания «Брест».